всем привет я продолжаю свой канал и сегодняшнее видео я посвящаю тоже истории но не в том смысле что я буду рассказывать о своих каких-то старых разработках на векторе а я делаю это в общих чертах то есть как была поставлена работа у нас на векторе чем конкретно я занимался как вообще она была организована это очень интересно потому что вот прошло уже почти 40 лет и производства фактически сейчас нету этого но как это было организовано это служит внимание у нас на векторе был отдел товаров народного потребления который состоял из трех отделов под отделом или секторов точнее потом назвали это бюро исследовательский отдел то есть где работал я там работали инженеры и исследователи так называлась должность на нашем заводе потом было конструкторское бюро где работали инженеры конструкторы и было было дизайнерское бюро бюро дизайнера это кстати редкое в то время дело что был целый отдел дизайна вот так вот инженеры и исследователи они вели разработку придумали идею если это была схема мы воплощали жизнь маркетировали составляли схему это все потом и совместно с конструкторами и дизайнерами работали над внешним видом какие органы управления какая эргономика конструкции отдел на основе дизайна разрабатывал деталировку все детали и все это передавалось в виде конструкции документации в отдел технологический который вел подготовку производства разрабатывал снастку на пластмассовые детали на штампы на печатной оплаты на любое изделие выделялись три ведущих разработчика это ведущий инженер ну допустим я это ведущий конструктор который конструкцию разрабатывал и ведущий дизайнер вот эти три человека это были главные действующие лица на заводе по разработке но какого-то нового изделия новое изделие закладывалось в план выпуска товаров народного потребления в пятилетний план на год вперед и на несколько лет вперед где было известно начало разработки и конец разработки начало серийного производства любая опытно-конструкторская разработка заканчивалась серийным производством это было непременное условие все уделилось на разработку нового изделия два года то есть это один год это чистая исследовательская творческая творческая работа наша по разработке идеологии изделия и и схема техники и макетирования второй год это уже разработка конструкции документации подготовка к серийному производству и утверждение в центральных москве в центральных органах утверждение к выпуску нового товара народного потребления вот я поэтому сегодня вот и буду говорить о своем архиве который у меня создавался в течение десятилетий на заводе это вот такие вот папки а только часть из них я обязательно расскажу вот и вот вот этому этой папочки жестенькой помятенькой я установил недавно 38 лет и и начал вести в семьдесят восьмом году и вел до девять тысяча девятьсот девяносто первого года вот часть конструкции документации это фирменная документация выпущена на заводе на артон в с 34 вокальный синтезатор это вот схема электрическая принципиальная вот такая портянка большая портянка это только на одну плату которая называется формирователь тембур вот как раз то что формирует вокальные голоса звуки а о у и вот на так называемый синька помимо конструктора делали разводку печатной платы это вот это синьки это перечни элементов перечни этот артон в с 34 блок процессора перечни элемент вот так где все элементы были расписаны ну вот я сейчас хочу это вкратце было как организована работа а мы сейчас кратце пробежимся по 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 этому архиву я покажу из какого ссора из какого мусора рождался рождается новые изделия сначала хочу рассказать какой вам пользовались литературой ну кроме популярной литературе книг то которые сдавались не очень много но и сдавалась и пользовались в основном нашей патентной мыши технической библиотекой где выписывались патенты современные писали дайджест и мы могли заказать центральные московской государственной патентной мыши технической библиотеки микрофильмы или копии с микрофильмов интересующих вас патентов но были вот такие вот брошюрки помощь ради любителю вот был целый посвящен электро электро музыкальным инструментом если видите волошина федорчук лёня федорчук это главный конструктор электро музыкальных инструментов житомирского радиозавода но это знаменитые страдины вот его такая брошюрка я был с ним лично знаком переписывался но к сожалению недавно по моему в двенадцатом году он умер светлая ему память потом выпускались специализированной книжки по акустике электроакустики это вот михаил сапожков очень известный наш корифей по акустике электроакустики у него есть серия книг не справочников как индивидуально таких с авторств и другими это справочник по электроакустике до сих пор одна мама я настольная книга вот книга кузнецова основа теории конструирования производства рим и ремонта электро музыкальных инструментов хороший такой добротный труд я кстати это сначала был главным инженером а потом директором никтимпа это головной институт по музыкальным инструментам с этого был это расположен в поселке правдинский я был лично знаком конечно мы потому что все наши музыкальные инструменты утверждали здесь в никтимпе это аббревиатура расшифровывается как научно научные следить тельские конструкторско-технологический институт музыкальной промышленности вот у меня есть автограф кузьмину владимиру михайловичу от автора желаю творческих успехов 84 год я не помню мы до приезжали утверждать то ли поливокс то ли квинтет вот такая искусство схемотехники это переводная книга хоровица и хила это как бы фундаментальное издание вообще по всей схемотехники она тут и аналоговая цифровая иногда завод у него была валюта и он расщедривался закупить нам книги вот это об м хэндбук непереведное второе издание это знаменитая настольная книга по операционным усилителям то есть кладезь кладезь схемотехнических решений по всем отраслям знаний тут и звуковая техника и частотная и любая и фильтры все все процессы сигналов и ведь это на английском языке переводная книга то есть это до сих пор у меня настольная книга вот она была особенно когда появили только появились операционные усилители так что вот дальше как производилась разработка вот мы разрабатывали схема на всяких листочках подчеркушках такого плана ну скажем это вот была разработка вакодер надо было нарисовать схему ну схему вот оригинал схемы тут и синтезирующая аналоговая часть это графический вакодер 11 частот ну традиционно как бы 11-13 частот у графического вакодера вот нарисовали нарисовалась схемка потом нужно же было отмакетировать рисовалась платка это натуральную величину набивались дырочки просверливались потом ли свитером и краской чертилась чертилась печатная все проводники вот они тут нарисованы разводку мы делали естественно вручную никакой электроники не было тогда вот потом по я распаивали ее собирали и смотрели что получалось ну если надо было корректировали электрическую схему вот так мы называется волк обер кроме почеркушек на листочках были у нас так называемые портянки то есть когда схема не укладывалась на листки 11 формата мы чертили ее на так называемых портянках это большие листы вот это сохранившаяся портянка от молодежного инструмента это у нас так назывался инструмент который потом назывался квинтет почему молодежный потому что у нас была некая борьба конкуренция между старой гвардией которая была на заводе в то время которая кроме электроорганов типа юности мануала или фоэми фоэми многолосного инструмента ну не принимала всерьез вот такие новые разработки как пианостринг думали что это что-то такое западное вот поэтому мы решили так завалировать и назвали его молодежный инструмент это прообраз квинтета пианостринга вот такая портянка сейчас и разверну это узел клавишных манипуляторов и формирователи спектра вот такие наметки были формировать электропиано фирма формировать или клави клави кордов но это клавесины клавесины и звуки вот вообще как бы общая схемка такая все вручную нарисовано потому что у нас компьютерной графики не было все рисовалось вручную вот здесь генератор ребра задающий генератор генератор тонов делители частоты манипулятор и в общем это вот рождалось так квинтет хоровой эффект формирователи тембра клавесина фортепиано и медных и двух инструментов сумматор и на пошел на выход сигнал это вот прообраз квинтета он назывался молодежный инструмент еще раз повторяю вот сохранившаяся портянка это мы работали над хоровым корус девайс по стринг секшен о в киберс то есть хоровая схема хорового эффекта для струнной секции клавишных инструментов ну такая партия . и схемка была на основе трехфазных генераторов 5 герц и пол герца трехфазных двинутых по частоте на 100 120 градусов потом смешивались они подавались на свои линии задержки здесь идут шумоподавитель простейший потому что наши схемки задержки типа бэрок они и шумели ну тем не менее видите все здесь помечено красненьким это чтобы было удобно рисовать печатную плату и располагать на ней элементы вот такие портянки но вот это знаменитая книга которая была заведена в 1978 году наверное ну где-то в это время это как раз начала работа над поливоксом в течение конкретно поливоксом а над синтезаторами то есть сюда собирались все схемы уже какие-то проверенные или взятые с ними из журналов кстати кроме журнала радио мы выписывали еще немецкий генераторский журнал радио фернзейн радио телевидения и болгарский журнал радио телевизии электроника вот там тоже были интересны схемки по музыкальным инструментам и все это копилось все это складывалось сюда или просто на бумажке проверялась а потом либо отбрасывалась либо отдавалась как бы в архив вот такие папочки вот опроны об 9 об 14 это их параметры потому это внутри была лампочка и два фото резистора что можно было применить для фильтров у которых переставится что-то но то уже разрабатывались схемки для поливокса точнее копились решения всякие и поэтому собирались не только схемки проверенные но и детальки которые можно было применить вот разрабатывали схемки точнее предлагали схемки по совершенствованию фаренки вот у нас была фэм и фэмми которые начальные музыкальные инструменты игрушка там можно было что-то унести интересно разработки наработки вот развали схема слава мы допустим слава мы то знаете вологде там песня русской есть начальное звучание такой с подъездом это форсиза звучит инструмент форсиза у нее там был слава нажимаешь на клавишу звук подъезжает снизу к ноте вот я пытался такие такую схемку применить фэмки 1 в одноголосые маленькой игрушки пытался сделать прообраз нового генератора для фэмми потому что она была старая схема на германиевых транзисторах но нужно было переводить на кремнии и сделать какие-то другой генератор задающий ну чтобы он как-то был звучал немножко поинтересному так когда появились вот появились операционные усилители и сразу у меня появилась большая вкладка это здесь все схемки и расчеты фильтров всяких преобразователей логарифмических в том числе экспоненциальных упрямителей 1 пил вид полу периодных упрямителей разных мультирубраторов это все разных генераторов которые можно потом было бы применить в том же синезатор или других музыкальных инструментах видите довольно большой кладезь кладезь когда еще не было той книги которую я показывал раньше хэндбук по операционным усилителям вот такие такие схемки мы использовали это есть схемка плохо видно наверно ну здесь она это их специальный преобразователь то есть кривая для получения музыкального строя конечно мы брали где только можно доставали в то время это уже 78 год я начинал работать над синтезатором ну как начинал темы еще не было я просто копил параллельно с работой над другими изделиями накапливались наработки макетировались откладывали сторону как готовые решения мы пытались везде найти эти решения в том числе среди любителей которые тоже когда в этом вопросе занимались и синтезатора строения будем говорить так вот у меня был хороший друг в ленинграде в питере вот он тоже предлагает предлагал какие-то решения вот видите скажем я уже для модульным у меня была идея сделать модульный синтезатор поэтому вот у меня все платы предполагались на разъеме какая-то плата схема появился первый операционный усилитель 553 уд1 очень медленно действующие кучу нужно было к частотной коррекции внешне навешивать но тем не менее с ним уже можно было работать массово вот этот ленинградский товарищ вообще тоже продолжал предлагал какие-то решения в частности вот предлагал схему фильтра перестраимого на диодах здесь вместо транзистора который у муга применены диоды в каждом причине в каскада и эти емкости но этот фильтр фактически копия копия фильтра синтезатор джена электроника это туринская фирма джена электроника в италии пускавшие простейший синтезатор 78 по 80 80 или 82 год он и сейчас на вторичном рынке есть вот видите она применила ну практически это повторение этой схемы но она имеет страшно большой недостаток у ней очень узкий динамический диапазон она страшно шумящая и могут какая схема с транзисторами работ гораздо лучше поэтому будет макетировали ну приняли что ее для серийного производства имелось масса построек нужно было чтобы сбалансировать в каскад очень для серийного пуска непригодная вот появились операционные усилители 551 в д-1 прецизионные первые советские прецизионные усилители он потом использовался у меня схемы температурной стабилизации потому что там требовалась высокая точность у него была бешеная до миллиона усиления единичное усиление они единичная просто со мной коэффициент усиления а там требовалось и большой и большой коэффициент усиления стабилизации температуры и высокая точность вот в питерске за товарищ тоже предлагал генераторы управляемое напряжением но они совершенно непригодные для серии они во-первых на основе труб на генератор управляемое напряжением а не током как вы знаете напряжение ограничено в синтезаторе плюс-минус 15 вольт этого размаха да еще с учетом нелинейности в конечных пределах этих напряжений то есть фактически линейный диапазон где-то в области 10 вольт плюс-минус 5 вольт это очень маленький диапазон по управлению поэтому эта схема очень было нестабильно вырабатывал треугольное напряжение они они пилообразная в общем эта схема пришлось тоже отказаться ну я мы от макетировали посмотрели но к серии на совершенно непригодны с ней можно было сделать управление по напряжению но по скажем 3 октава по клавиатуре и все а мне требовалось 4 октавы по клавиатуре и 8 октав еще дополнительно того и 4 октавы дополнительно и того 8 октав этот генератор совершенно непригодный вот поэтому я начал макетировать схемки с экспоненциальным преобразователем вот такая схемка была что в дальнейшем использовать ее в генераторах ну вот она здесь используется дифкаскад 159 серии вот ну он дает конечно преобразование необходимое но совершенно нестабильный поэтому приходилось вот тоже аналогичная схемка тоже подготовился на для модульного синтезатора вот еще какая-то схемка манипулятора это пропустим все все готовилось модульный синтезатор вот это была схема одеть такой военный разъем но еще с но снп не было разъема поэтому они какие-то были такие полувоенные ну в том числе макетировался и мы я планировал применять муговский фильтр видите здесь не диоды как у джен электроника это вот джен электроник у него в плече вместо сопротивления используется динамическое сопротивление диодов полупроводниковых диодов здесь транзисторы ну как этому этому русская схема лесенка типичная ну планировал свете тоже на разъемчик было сделано не планировалось использовать но потом от нее отказались по патентным соображениям но работала на хорошо но тоже недостаток очень узкий динамический диапазон и она страшно шумящие поэтому нужно было применять транзисторы малошумящие или делать их подборку вот появилась микросхемка 198 нт1 а как мы назывались таракан то есть планарные выводы это позже появилась уже микросхема с нормальным в одном корпусе а это была планарная но еще пайки не было у нас то невозможно заводе поэтому и она была не разрешена к применению товарах народного потребления ну вот параллельно мы заменялись всякими эффектами это вот маркировали это вот такое это операционный усилитель различные варианты генераторов сэмпл холд то есть и шума получается ступенчатое напряжение но синтезаторе как вы знаете есть такое вот схема термостатирование дискаскада собственно сам дискаскад это вот это накрыватель это датчик температуры то есть все пять транзисторов они вот они в этой схеме используется пробок генератор огибающий это все работающая схема но недостаточно не того не того функционала который требовалось который потом будет поливоксе сюда запишивались параметры всех новых элементов которые появляются разрешены были векторах народного потребления это вот резисторы sp312 переменный резистор которые потом применялись но не поливоксе а во всех других изделиях это они были более стабильные более точная с меньшим отклонением очень все лучше чем sp1 резисторы это появился первый быстродействующий очень быстродействующий 574 уд-1 операционный усилитель но он никуда не использовался но в всяком случае в электронных музыкальных инструментах потому что дорогой и там особо тут особо на быстро быстро ты нигде не требовалось так ноты я специально демонстрирую этот настольную книгу мою которая велась с 78 по 91 год чтобы можно было увидеть из какого мусора из какого мусора рождались какие-то схемы здесь я не все что в этой книге она вошла в какие-то музыкальные инструменты но просто это все наработки это опыт потому что каждый новая схема нужно было посмотреть рассчитать и и подумать как она работает а потом сделать вывод и как она применить и принять или не применить вот скажем имитаторы звучания большого барабана вот блок и малого барабана и как и как бы фильтр для шума но это применялось потом враг то не могло применится или в мануале но чем там где требовалось ударные инструменты имитировать вот появились первые советские прецизионные высокоточные высокостабильные постоянные резисторы которые потом появились клавиатуре apolivox это резисторы с 229 в у нее они было чрезвычайно маленький ткс температурный коэффициент сопротивления они имели точность ну высокую точность можно было заменить типа и процент и полпроцента фольвероксе применялись полпроцентной точностью полпроцента резисторы хотя было достаточно принять один процент ну дело то что делать так у них был в низкий уровень шума ну конденсаторы к л.с. это весь на весь на методунный ряд термостабильные стабильные конденсаторы из ледяные которая применяется в генераторах части фалифоксе ну это появились появлялись новые микросхемы интегральные микросхемы разрешенные в товарах народного потребления вот тени у меня здесь записаны знаменитые галетные выключатели которые применялись в поливоксе это пгк пгг пгк это на керамике а пгг на гетинаксе ну естественно поливоксе не вошли пгк керамические единственное у них серебряные контакты были посеребренные хорошо переключались окислялись но не ошибка серебро все таки хороший проводящий материал у них был один недостаток была очень сильная пружина переключения поэтому на серии я распорядился чтобы одну пружину отгибали как бы не очень это правильно но тем не менее переключалась лучше и кстати в виде сюжете сервис один по моему у меня там мазка рассказано об этих переключателях и как это нужно сделать чтобы было усилие переключения не очень большое так мы еще какие-то схемки ну вот близкие конечные у итогу генератор огибающий поливоксе атака затухание посредзвучание различные какой кушка допустим здесь есть автоматической кушке который срабатывал от гитарного сигнала это схема срисованная из-за исхода радиожурнала но естественно она интересная нужно было промакетировать нужно было посмотреть как она работает и оставить ее на память ну так вот надпись у кодор это наверное восемьдесят четвертый год здесь уже начал думать о бакода и и кстати михаил сапашков в разработке вакодера сыграл свою роль я к нему специально ездил в москву потому что у него и была книга и он специалист по вакодерам это связная связная техника по вакодерам я не то что специально но в один из приездов москву я к нему созвонился подошел на консультацию мне нужен вы нам надо было подтверждение какой вакодер лучше для имитации человеческой речи графический или форматный он ни минуты не задумывается конечно форматный вот с тех пор я и стала заниматься форматным вакодером вот здесь все гласные у меня и все их форматы где некоторые наработки поэтому сомнений у меня больше не было я и так думал что форматного вакодера естественно качественные потому что фактически вот так только такой вакодер применялся в связной аппаратуре это военная аппаратура значит она была качественной вот но михаил сапашков подтвердил это мое подозрение и поэтому вс-34 сделан на принципе форматного вакодера но об этом я в сюжете рассказывал вот появился наш к 140 куда 12 это тот который потом вошел в палеоксерский фильтр где всего два операционных усилителя никаких конденсаторов и тем не менее он выполняет все функции вот его схемка видите только одна емкость коррекции вот когда я его изучал вот его характеристика здесь заметно это коэффициент усиления в зависимости от тока управления и вот тут указано две полтора микроампер и 15 микроампер то есть в 10 раз меняется ток управления и ровно в 10 раз меняется его полца пропускания вот отсюда я сделал вывод что можно использовать для перестройки частоты но потом максирования и получился фильтр поливокса который всем известен вот тип наработки это вот фильтры в шепере то есть тема образующие цепи от кумара ультим с но не тоже пригодились не пригодились но мы поняли как рабу как хотя бы нужно было понять как они работают вот флэнжер появились линии задержки 528 бр-1 чрезвычайно маленькие у нас у них было две цепочки на 64 ячейки и две цепочки на 32 но тем не менее фланжерок уже можно было попробовать сделать это вот его схема какая-то схема японской фотоспышки но почему нет на батарейке на одной батарейке пол полтора вольта вспышка на работать на лампу и фк 120 почему нет мы же думали только по электромузыкальным инструментом где-то что там можно было выпускать еще дополнительно поэтому нас вот например фотоэкспонометр для фотопечати выпускался на заводе то есть какие-то рассматривались в другие товары народного потребления завод большой цехов много служит много обработка любого материала и пластмасса и металла вся это есть на заводе потому поэтому почему бы не не задумываться в выпуске чего-то другого ну вот это вот две схемы клавиатур от корга и вермоны это здесь вот я делал вывод как они рассчитываются формула по расчетам этих резисторов как известно клавиатура этих синтезаторов корга и вермона сразу дает экспоненциальную кривую весь строй кривую весь строй получается маты и через матрицу клавиатуры но вот у меня здесь выводы этих резисторов потому что резисторы можно было подобрать из огромного ряда допустим и 100 113 и так далее в общем все формулы здесь есть это вот ну я их сам вывел что можно рассчитать клавиатуру любую для любого ряда резисторов с личным отклонением схема эквалайзера ну это тоже откуда-то взятые с радиотелевизии электроники из болгарского журнала по-моему схема фазера это гераторы то есть мы аналоги искали чем бы управлять фильтр допустим ну потому что вот скажем емкости и невозможно изменить изменяет емкости интегратора резистор интегратора торцы цены изменится появились схемы и мы занимаем начали заниматься уже цифровыми делами процессами цифровой обработки сигналов вот интересно дельта модулятор дельта модулятор где нужен это для что такое дельта модулятор это аналого цифровой цифроаналоговый преобразователь одноразрядный позволяющий допустим передавать аналоговый сигнал по одноразрядной линии это где можно было пить в реабираторе допустим чтобы не городить восьми и выше разрядные а цп и цап можно было сделать дельта аналоговый модулятор преобразовать в единичный сигнал а потом регистром сдвига получать задержку вот мы рассматривали серьезно даже смакедировали его ну в серию не пошел потому что пошли многоразрядные цифровые цифроаналоговый аналоговый преобразователи вот видите сколько сколько много мусора было перелопачено вот чем было плохо допустим фи управляемый фильтр д-12 а тем что у него при малых токах управления то есть при низкой частоте фильтра на выходе там же двухтактный усилитель появилось искажение типа ступеньки которые придают жирный звук поливокс который многие любят и отмечают вот такой жирный характер звучания именно из-за этих искажений но для многоголосого инструмента это не очень хорошо для одноголосого еще пойдет а если нужно многоголосый сигнал пропустить допустим от многоголосого инструмента квинтиет или маэстро требовал ступеньку устранить ну вот эта схема устранения ступеньки просто конечный каскад у д-12 переводится чисто линейный режим однотактный то самое только без искажения типа ступеньки ну вот собственно я заканчиваю есть еще много осталось чего посмотреть но это уже как бы не имеет большого значения просто я хочу лишний раз указать сколько материала перелопачивалась прежде чем был сделан какой-либо промышленный образец поливокса там или квинтета или маэстро на синтезатор лидер или усилителя вот все это представляете какая большая работа делся только вот у меня но там были у нас работала в деле несколько инженеров и каждый вел такой журнал каждый вел по усилителям в общем на своем участке каждый вел свой журнал и у него наверное осталось или не сохранилось примерно такой же такой же вот мусорное ведро из которого можно было потом доставать какую-нибудь схемку и применять ее ну спасибо за внимание